Как меня слышно? Поставьте плюсики, десяточки, тысячи, миллионы, кто сколько хочет. Продолжение следует... Продолжение следует... Так же, как все люди, я училась сначала в училище, потом в техникуме, потом в институте. Вот вы видите фотографии. Это уже последний курс института, получение диплома. По специализации я по первому образованию повар-кондитер, по второму технолог общественного питания. Но так как к технологам я устроиться не смогла, потому что не было опыта работы, не было блата, лохматые лапы, которые меня бы продвинули на эту должность. И поэтому вот я пошла по первой специализации повар. Я была повар холодного цеха. Это салаты, это холодные закуски. Вот вы видите на нижней фотографии, так вот выглядела наша кухня. То есть огромные плиты, большие котлы, мармиты. Потому что, несмотря на то, что я была поваром холодного цеха, у нас было заведено так, что когда ты сделал свою работу, ты должен пойти помочь коллеге. Мне было принято, что сделал свою работу, сидишь, отдыхаешь. И после того, как все было приготовлено, я вставала на раздачу. Это подача блюд. То есть у нас хоть и было кафе, но оно было такое, бизнес-ланч у нас в основном были. После того, как наше кафе закрылось, и мне нужна была срочно работа, а работу я искала в основном в своем районе, чтобы не тратить время и деньги. В жару работается замечательно, когда... Ты в спецодежде, ты ничего не можешь с себя лишнего снять по Ирине, но все равно даже мне было очень жарко. И, может быть, все помните 10-й год, когда очень в городе очень так задымленность была, окна нельзя было открыть, кондиционеров у нас в цеху не было. И, ну, вот можно было хоть падать. От плиты жар, за окном жар, но это было просто невыносимо. Потому что и голова кружилась, и сил не было, и домой приходило просто вот никакущая, по-другому даже не сказать. Поэтому не все так красиво, как на картинке. После того, как у нас кафе закрыли, и я перешла в соцработники, там была вакансия, там срочно требовались люди, и, ну, какая разница, кем работать, лишь бы деньги платили. Вот, ну, не убивать, не грабить, главное, да? Я пошла в социальные работники. Работа эта с пенсионерами, с людьми-инвалидами, с детьми-инвалидами. Как бы ничего простого нету, ну, сложного. То есть помогать им в бытовых планах, помогать в юридических, поликлиника, продукты, сопровождение. То есть, ну, обязанностей много, но все такое. Не сверхъестественно, я бы назвала бы. Но в основном это категории людей, которые, да, они прожили жизнь, они имеют опыт, но в основном они такие негативщики. Причем ужасные негативщики. Да, в связи с возрастом у них все болит, но можно к этому по-разному относиться. Но в основном большинство, где-то 90% к этому относятся так, что, а, я больная, я немощная, мне умирать пора. И вот этот негатив, хочешь ты или не хочешь, к тебе прилипает. То есть ты постоянно находишься как в болоте. Ты пытаешься на позитивное русло людей перевести, как бы отвлекать, а тебя вот пытаются утопить за головой в этот весь негатив. Любая погода за окном, неважно, ураган, ветер, дождик, снег, град, все это твое. То есть пятидневка, выходные, суббота, воскресенье. Причем воскресенье приходилось обзванировать на следующий день, чтобы знать, что кому нужно, все ли живы-здоровы. И получается у тебя выходной день, вот я при себя, конечно, говорю, у меня была только суббота. Потому что в воскресенье я уже начинала настраиваться, что мне надо вызванивать, что мне надо уже опять включаться в работу. И вот, хотя ты и дома, да, но психологически на тебя это давит. Ну, по крайней мере, вот у меня ужасно. Я прям вот опять в воскресенье, опять звонить. Вот для меня это было очень туго. Вот, и находясь вот в этом болоте, да, постоянно хотелось и вырваться, найти какой-то позитив. И именно тогда вот, когда уже вот, наверное, точка кипения уже дошла до определенного момента, и когда мне уже вот реально меня уже от них трясло, я уже не выдерживала. И хотелось бросить все, вот, и хоть в никуда уходи. В моей жизни встретился как раз интернет-проект, интернет-бизнес на раз, два, три. Я не случайно поставила эту картинку, да, что вот зонтик. То есть оно, вот этот интернет-проект для меня был как солнышко с радугой во время дождя, во время ливня, потому что я уже, я проработала социальным работником пять лет, но я морально настолько устала, как будто, ну, вот, я там 20 лет, не знаю, как люди работают там 10, 15, 20 лет, но для меня вот эти пять лет, это было как вот я отпахала на заводе у станка. Вот так морально я себя чувствовала. С проектом жизнь, конечно, стала меняться. Я не сразу ушла, все бросила и ушла. Мне понадобилось, конечно же, время, потому что перестроиться, поменять свое мышление, поменять свои взгляды. Мы такими вот суперкоммуникабельными, да, суперобщительными мы не рождаемся. И вот быть к всему открытым, да, и с проектом надо и самодисциплина, чтобы у тебя была нормальная, не хромала, да. Как бы это не так, что вот на работу ты пришел с девяти до шести, и никуда ты не уйдешь. Потому что здесь ты можешь отвлечься от чего-то, лишний раз там по телефону поговорить, да, лишний раз переписываться. Там такого вот у нас не было. И у меня даже нету рабочих фотографий, потому что там некогда было фотографироваться просто банально. А с проектом, да, как бы я чаще стала видеться с единомышленниками, чаще стала видеться с друзьями. Я не стала привязана к какому-то конкретному месту. Все, что мне нужно, либо телефон с собой, либо ноутбук, да, опять же, все зависит от вас, что с чем вам комфортнее. Я с техникой на «вы», и долго я к ней привыкаю. И когда вот у меня случилось несчастье с компьютером, к новому компьютеру я привыкала очень долго. Ну, потому что, ну, такая я вот. Все мы разные, поэтому нельзя сказать, что вот все люди одинаковые, мы все уникальны, мы все прекрасны, каждый по-своему. И вот именно с проектом я почувствовала всю прелесть жизни, да, что я могу встать во столько, во сколько хочу, что я могу распланировать свой день так, как нужно мне, и если мне нужно куда-то отъехать в течение дня, я могу это сделать. Мне не надо ни у кого отпрашиваться. Самое главное – просто распланировать свой день. Ну, скажите, пожалуйста, кто бы так не хотел? Тишина в чате, наверное, никому так не надо, да, я так понимаю. Ну, у каждого свои цели в жизни. То есть никто не хочет быть хозяйкой своей времени, понятно. Бывает. Или кто-то задремал, я, может быть, монотонно рассказываю, там подремываете по ту сторону. Мониторы. То есть мы стали посещать мероприятия различного. Меня, конечно, поддержал мой супруг, за что ему большое спасибо. И наш проект поддерживает… У нас есть официальный спонсор. Это компания Reflame. Но, наверное, не все имеют представление о нашей компании. И я немножко хотела добавить несколько фактов о компании. Официальный, настоящий, а не то, что кто-то вам сказал, соседка, знакомая, коллега по работе. Что такое на самом деле компания Reflame? Это международная шведская компания, которая на рынке уже, на международном рынке 50 лет. Она представлена в более 60 странах, имеет представительство 7900 сотрудников, 3,6 миллионов консультантов в мире, 1,5 миллиарда евро ежегодный объем продаж. Вы только представьте, евро, а он сейчас 70 рублей. То есть представьте, сколько это в рублях, это какая колоссальная сумма, сумасшедшая сумма. Тысяча единиц ассортимента продукции, 5 собственных фабрик в Швеции, Польше, Китае, России, Индии. Не каждая компания может позволить себе и похвастаться таким. Но что в основном все знают о компании? И когда я пришла в проект, я тоже знала им и все. В основном все люди знают что? Что есть каталог, по которому можно купить, что можно зарегистрироваться и получить 20% разницы. Что надо постоянно навязывать, постоянно за кем-то бегать, попрашивать, купить. Может быть, кто-то видел анкетирование, соцопросы и раздача листовок. Кто со мной согласен? Что в основном только вот это все и знали все. Поставьте плюсики, если вы знали то, что я сейчас перечислила. Да, и большинство людей знают только это. Потому что больше им либо не рассказывают, либо они сами не вникали. Ну, по разным причинам, конечно же. Но что предлагает наш проект? Мы предлагаем бизнес под ключ. Работа в интернете. Мы не говорим вам, возьмите каталог и идите на улицу. Ищите потребителей, покупателей, продавайте. Мы этого не говорим. Работа только через интернет. Вы можете быть рядом со своей семьей и не отвлекаться от домашних дел. Вы выбираете время то, которое удобно вам. Быстрый рост. Бесплатное онлайн обучение, которое проходит, как вот сейчас мы с вами разговариваем. Все онлайн обучение у нас есть также и в записи. Даже если вы вдруг не успели на какой-то видео урок, вы всегда можете в удобное для вас время его посмотреть. Что, заметьте, очень удобно, потому что все мы, у нас у разный график, по-разному мы живем, и это очень немаловажно. Также вы всегда можете надеяться на поддержку и помощь лидеров. Вам не нужно заканчивать специальное образование и учиться в институте 5-6 лет, чтобы потом здесь работать, как обычно в нашей жизни с нашими профессиями. Как я уже говорила, здесь нет продаж. Да, вы можете предложить соседке поделиться с ней ссылкой, но это опять никто вас не заставляет. Вы можете совмещать с основной работой, с учебой, с декретным отпуском, как вы пожелаете сами. Что мы делаем в проекте? Пользуемся. Немножко хочу сделать такое отступление. Почему мы пользуемся именно в проекте, именно продукцией Reflame, а не идем в обычный магазин? Потому что только компания вам гарантирует, что она произвела, а вы потребили, и что нету в этой цепочке где-то третьего звена. И что продукт идет без торговых различных наценок. Ну, а если взять классическую систему продвижения товара, то что мы видим? Что помимо производителя и покупателя еще есть и реклама, и крупный отставик, и средний, и мелкий, и еще какие-то посредники. И нету гарантии, что между вот этим всем звеном не будет подделки. И что вы именно купите ту баночку с неважно, с шампунем, с кремом. И там будет именно то содержание, которое вам обещал производитель. У нас сейчас нету официальной сертификации, да, никто производителей не заставляет. И только компания Reflame, она от сертификации не отказывается. Именно только для того, чтобы люди, потребители знали и были уверены в качестве. Потому что компания держит марку и дорожит своей маркой. Чем же мы пользуемся? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Кому не нужна зубная паста, зубная щетка, мыло, гель для душа, кто не моет голову, кто не пользуется кондиционером, дезодорантом, кто не использует парфюмерию вообще, кто не пользуется кремом для рук, кремом для ног, чьи мужчина не пользуется пеной для бритья с танками, кто не красится, не пьет витамины, кому наплевать на свое здоровье. Вот кто сейчас ходит, да, и от него реально мухи вот над ним бьются. Есть у нас такие в чате? Кто у нас не моется? Кому-то не нужен лишний аксессуар, и Катя смеется. Наверное, моется, да? Вот я тоже моюсь. Представьте себе. Да, и мухи надо мной не бьются. Я пахну духами, своими любимыми. И, ну, нету сейчас в 21-м человеке такого человека, который, ну, не моется. Все люди моются. И именно в компании есть все. И помыться, и подушиться, и уход за кожей, за волосами, декоративная косметика, чтобы подчеркнуть вашу естественную красоту. И такая очень важная линейка, как Wellness. Это и питание здоровое, это и витамины, чтобы мы были красивыми не только внешне, но и изнутри. Что очень немаловажно, потому что можно накрасить губы, но если у вас нездоровый цвет лица, если вы себя плохо чувствуете, что толку от этой декоративной косметики? Согласитесь. Вот на слайде вы видите мои заказики. Как вы видите, я тоже моюсь. Я использую и гели для умывания, и тоника, гель для душа, дезоранты, и зубные пасты. То есть все, что у меня заканчивается, я заказываю в своем интернет-магазине. Это выгодно, удобно. И вот хочу рассказать про здоровое питание. Чем вот я пользуюсь компанией. Это вот такие вот витамины, они у нас делятся на женские и мужские. В женских больше железа, в мужских больше селена для выносливости. Ну, железо, понятно, куда оно девается у нас каждый месяц. И что же там содержится? Там содержится две капсулы омеги-3 для наших эластичных сосудов. Это содержится вот такая темненькая, почти черненькая, вот видите, на ладошке. Это аксантин и микро- и макроэлементы. И также я использую внутрикомпусы для волос и ногтей. Чтобы волосы не выпадали, чтобы ногти были крепкими, я периодически прохожу вот такой вот курс. Курс 4 коробочки. Ну, грубо говоря, 4 месяца. На 21 день там рассчитана одна коробочка. Вот две капсулы крупненьких, это как раз они. И у нас сейчас вышло такое классное средство. Протеиновый комплекс называется. Он натуральный, он сертифицированный, ничего там вредного, их индикаторов никаких там нет. Содержит много белка, клетчатки, которые как раз у нас, современное общество, именно действуют из белка. И как я это использую? Я вот недавно делала арбузный фреш, то есть я просто добавила кусочками арбузик, добавила ложечку нутри комплекса. Все это в блендере сбила. И вот такой вот коктейль, можно его назвать. Можно утро, можно когда проголодались. То есть все от вашего желания зависит. Вот такой вот коктейльчик я пила, чтобы и чувство голода меня не мучило, иногда завтракать совсем не хочется. Ну и как-то разнообразить, да, свой рацион питания. Муж мой, Григорий, он арбузы не любит, не уважает. Я ему делала вот с яблоками и финиками. Единственное, что если у арбуза своя влажность высокая, то туда мы добавляли просто печеную воду. Тоже очень такой кисло-сладкий вкус получилась. Так как нутри комплекс не имеет вкуса, то получается то, что вы добавляете в него, только это дает вкус. То есть вот если добавили яблоки с финиками, то он такой кисло-сладкий получился. То есть арбузик, он мне попался не очень сладкий арбуз, хоть я его и выбирала. И получился такой немножко, ну, даже хотелось сахара добавить. Если бы арбуз был бы послаще, он был бы такой более свежий, сладкий. Но все равно арбузный вкус, то есть его никуда он не делся, он там и остался. Вот, еще я, правда, не делала фотографии, еще я делала дома глупцы ленивые. Ну, наверное, все знаете, что это за блюдо, да, и я добавляла его в подливку. И получилось очень сытно и очень оригинально. То есть можно в горячие, можно в холодные блюда добавлять, можно в салаты, как в соусы. Все от вашего желания, да. И для чего я его добавляю, да, ну, если витамины и нутри комплекс, может быть, вы поняли. А именно, ну, вот этот комплекс протеиновый я добавляю в пищу для того, чтобы восполнить нехватку белка. Именно чтобы вот то, что нам не хватает для строения нашей клеточки, для обновления наших клеточек, именно чтобы в пищу, которая, к сожалению, у нас сейчас не соответствует нужным требованиям, да, чтобы ее улучшить, чтобы я и моя семья получала все нужные кислоты, нужный белок, нужную клетчатку в свой организм, чтобы они были здоровые и счастливые. Только для этого я его потребляю. Плюс в готовке, если прямо, ну, проще некуда, просто добавить нервную ложку, да, или, ну, столовую ложку. То есть все от ваших предпочтений. Если все, пользуемся, разобрались, да, то второй шаг – это приглашаем. И кому подходит наш проект, да, по сути, это удаленная работа. Это подходит и для мам в декрете, и для студентов, и для пенсионеров, и для людей с ограниченными возможностями, которых, к сожалению, в нашем обществе сейчас, ну, с каждым годом становится все больше и больше по различным причинам. А устроятся на обычную, да, вот, как бы, на работу по найму, их в основном не берут. А если берут, то обманывают. А здесь никакого обмана нет, то они могут в комфортных условиях, потому что передвигаться по улицах, хоть у нас и объявлено, да, открытая среда, что-то, как бы, комфортно, но на самом деле некомфортно. Вот, и, опять же, если вы мечтаете и любите путешествовать, если вы хотите работать там, где вы хотите работать, а не там, где вам приходится для заработка денег, да, если вы, вот, ищите такую идеальную работу, то как раз наш проект для вас. Если вы устали от офиса, если вы устали от начальника, который вечно недоволен или, там, паныкает вас и срывает свое зло и неудовлетворенность, то выбор за вами. То есть для вас здесь все открыто, все двери. Да, мы ищем людей, но мы же с вами живем не в лесу, и люди нас окружают везде. Это и наше окружение, потому что где бы, куда бы мы ни шли, везде мы знакомимся, и люди, хотим мы этого или не хотим, да, и у нас окружение с вами растет. Оно начало расти еще с детского сада, школы, техникум, института, работы. Особенно если вы перебрали не одно место работы, то у вас там столько коллег и знакомых уже, да. Если вы меняли место жительства, как я в свое время, у вас тоже так же будет приличное число знакомых, но даже если вы не хотите работать со знакомыми, то именно интернет – это неограниченные возможности, потому что вот я специально поладила и поискала статистику, и я обалдела. Потому что, смотрите, это именно по России, мы не говорим про мир, мы даже говорим про свою страну, потому что месячная аудитория в тысячах, только ВКонтакте 29 143 в месяц, там только у людей проходят, да. А что говорить про год? Причем каждый месяц новые пользователи добавляются, одноклассники 25 265 человек, ну, YouTube, мой мир, то есть Facebook, Twitter, друг вокруг, то есть любая сеть, в которой вы наверняка зарегистрированы не в одной сети. Лично я, например, зарегистрирована, ну, минимум штук 5. И как вы думаете, можно найти в той сети, в которой вы отдаете предпочтение? Вот раньше я отдавала предпочтение в одноклассники, у меня ВКонтакте не было, я ВКонтакте появилась только в 2011 году, а в Одноклассниках где-то года с 7-го, с 8-го, вот так вот примерно, я уже точно не помню, когда я зарегистрировалась. Вот как вы думаете, можно найти единомышленников, людей, которым это было бы интересно, которые ищут возможности? Я думаю, что можно, потому что цифры, ну, нереальные. У нас есть лестница успеха, вот вы ее видите от меня, она справа. Вот здесь различные цифры, различные звания, различные долларные чеки по курсу именно нынешними на тот момент, когда вы закрываете звание. И, так как компания работает в 60 странах мира, и чтобы лучше можно было подсчитать, чтобы не путаться, да, переводить в одну валюту, есть такая именно валюта в компании, это балл и бонус. Один балл бонуса – это 40 рублей. Сейчас подробнее об этом мы расскажем. И вы скажете, откуда товарооборот, если вы говорите без продаж? А он идет оттуда, что, смотрите, вы строите веточку друг под друга. А ваш спонсор, это человек, который вас пригласил, строит так же другую веточку, так же друг под друга. У вас идет параллельно две веточки. И, покупая для себя, считается вся вот эта веточка, весь товарооборот. И он считается не вашему спонсору, а вам. Хотя спонсор проделал за вас часть работы. Он вам помогает, сопровождает и каждую минуту с вами на связи. Именно по баллам бонуса считается товарооборот, с которого вам выплачиваются бонусы, да, выплачивается зарплата. И если 150 баллов, это 3%, но, опять же, какая-то непонятная, ну, 150 баллов, что это, да. И вот, смотрите, люди, да, что если средний балловый заказ 10 баллов, ну, а что 10 баллов это? Грубо говоря, это гель для умывания, тоник, мыло и зубная паста. Как думаете, такой набор всем нужен? Это 15 человек, чтобы у вас был товарооборот 150 баллов. Если заказ больше, допустим, 8, 20 баллов, это 8 человек, да. 3 человека, это по 50 баллов тогда. То есть это уже, значит, человек взял не только зубную пасту с щеткой, ну, значит, он взял и ель, шампунник. При среднем заказе 75 баллов, это 2 человека. Если 100 баллов, да, то это, ну, как бы 2 человека по 100 баллов, но, значит, у вас чуть-чуть больше будет, чем 150. Либо один человек, который сделал 150 баллов, значит, который взял все, что нужно ему, и декоративки, парфюмерии для себя, своей семьи, и вам компания выплатит заход 150 баллов. Ну, вы скажете, ну, 150 рублей. А что такое 150 рублей? Смешно, да. Но вы забываете, что вы ведете веточку, и ведет веточку под вами ваш спонсор. А, соответственно, ваша структура растет. И уже вот следующий процент уровня – это 6 процентов, это 450 баллов. Опять же, при среднем баллов заказе 10 баллов – это 45 человек. При среднем заказе 20 баллов – 23 человека. 50 баллов – 9 человек, 75 баллов – 6 человек. При заказе на 100 баллов – 5 человек. При среднем заказе – 153 человека. Вот вам уже здесь 500-800 рублей, да. Но, опять же, каждый раз ваш товарооборот растет, и, соответственно, выплаты идут больше. То есть, если брать 9 процентов – 900 баллов, да, вроде бы кажется много – 90 человек по 10 баллов. Но те люди, которые вы пригласили, они же никуда не уходят, они живут здесь с вами. И каждый месяц у нас что-то заканчивается. И зачем мы пойдем покупать в магазин, если нам выгоднее покупать у себя? 20 баллов – это 45 человек, 50 баллов – это 18 человек, 75 баллов – это 12 человек, 100 баллов – это 9 человек, 150 баллов – это 6 человек. Уже выплаты, ну, в среднем, да, от 1000 до 2. 12 баллов – это уже идет 1800 баллов, ой, 12 процентов – 1800 баллов. И здесь уже, конечно, по людям кажется, что это, ну, нереально, да, 180 человек. Но, опять же, они же у нас накапливают накопительный эффект. Можно так назвать. Если 20 баллов, то это 90 человек, 36 человек, если каждый сделал по 50 баллов, 24 человечка – это если 75 баллов каждый сделает, 18, если по 100 баллов, и 12 человек при среднем заказе по 50. И уже выплаты более серьезные, да, становятся 3-5 тысяч. Если мы говорим уже о 15 процентах, да, вот, начиная с 9 – это уже менеджерские квалификации, и если говорим про 15 процентов – это 3000 баллов, то это 300 человек по 10 баллов. Либо 150 человек по 20 баллов. Либо 60 человек по 50 баллов. Либо 40 человек, 75, которые сделают баллов. Либо 30 человек, которые сделают каждый по 100 баллов. Или 20 человек, которые сделают по 150 баллов. И уже выплаты будут от, ну, грубо говоря, от 6 до 8 тысяч. То есть, да, количеством людей можно сделать любой товарооборот. И кто-то придет, будет покупать просто для себя, а кто-то придет так же, как вы, будет строить структуру, да, кто-то так же захочет заработать денег. И все равно они все будут с вами, и все равно компания будет видеть, что вы пригласили этого человека, и все эти баллы все равно будут, этот товарооборот будет учитываться вам. То есть, один раз проделав работу, она будет вам считаться постоянно. У меня на работе такого не было. Получил новый объем работы, иди работай. Сделала тебе потом, через месяц тебе эта работа не посчитается. Ты будешь опять новую работу делать, ну и так до бесконечности. А здесь, грамотно проделав один раз свою работу, она будет только расти, удваиваться. По доходам, я имею в виду. 18% это 5000 баллов. Это 500 человек по 10 баллов. Либо 20 баллов заказ, это до 250 человек будет. Либо 100 человек, которые каждый сделает по 50 баллов. Либо 67 человек, которые сделают по 75 баллов. Либо 50 человек, которые сделают по 100 баллов. Либо 34 человек, которые сделают по 150 баллов. И уже доход 12-18 тысяч рублей. А многие в регионах, у них зарплата вся эта. А это только 3 недели, а это не месяц. А многим надо месяц отпахать, чтобы такую зарплату получить. А сложного ничего не надо. Просто приглашать людей, просто рассказывать им о проекции. То есть, ну, не сложно, мне кажется, правда? И опять же, это средний балловый заказ. Вот я привела как пример. Но, а кто-то сделает на 25 баллов. А кто-то на 103. А кто-то на 160. То есть, здесь нету фиксированной. Каждый сделает настолько, насколько ему нужно. Здесь только фиксированы выплаты за определенный товарооборот. И если вот мы уже говорим, да, вы дошли до 22 процентов, 7500 баллов. Это уже старший менеджер, а впоследствии директор. То есть, если вы удерживаете 8 каталогов из 17, этот уровень, то это 750 человек по 10 баллов, либо 375 человек 20 баллов. Ну, а если заказ такой средний по 50 баллов, это 150 человек. То есть, это не так сложно, правда же? Либо 100 человек по 75 баллов, либо всего 75 человек, которые сделают по 100 баллов заказ. Либо 50 человек, которые даже есть в вашем окружении. У любого человека есть окружение из 50 человек, которые сделают заказ по 150 баллов. То ваш доход уже от 18 до 30 тысяч. Но именно с директора начинается самое интересное. Почему? Потому что помимо ежекаталожного за 3 недели дохода, вы еще получите 1000 долларов в премию. И пойдете на банкет директоров. Старший директор, видите, уже доход 45 тысяч. И уже полторы тысячи долларов. Грубо говоря, как 18 зарплата, да, премия. И уже старший золотой, уже, вот видите, уже 62 тысячи. Это уже и поездки на золотые конференции. Ну и вот уже, опять же, да, вот старший золотой, сафировый, бриллиантовый, старший бриллиантовый, дважды бриллиантовый. Видите, тут, грубо говоря, до бесконечности. И уже выплаты, они вот смотрите уже сколько идут, 3 тысячи, 4 тысячи, 6 тысяч, да. Самая большая выплата – это 1000 долларов. Ни одна компания, неважно. Это сетевой маркетинг, это, там, наемная работа. Никакая компания не может похвастаться под премией, да, за проделанную работу. У меня максимум премия была 1 год, 15 тысяч рублей под Новый год нам заплатили. Это можно сказать, что, ну, как 13-я зарплата. И то, не знаю, медведь в лесу сдох, такую премию дали. А здесь реально все заработать. И помимо денег, есть такие у нас вот вкусности. Что за твою уже проделанную работу, которую ты и так будешь делать, потому что это работа, да. То есть еще можно получить вот такую вот бытовую технику в дополнение. Просто за свою проделанную работу. Но у меня в дополнение можно было только нагонять на части получить. Не знаю, как у вас. То есть никакие вкусности, никакие вот дополнения у нас не было на работе нигде. Ни на одной, ни на второй. Ну, вот именно вот в эту акцию, да, это Найсер, да, Найсер, да. Ну, овощерезг, грубо говоря. Попроще, да, если. Это весы кухонные. Нужно. Готовим. Кто-то закрывает заготовки, это нужно. Все равно это не будет валяться, да. Блендер, вот, вот эта высокая штучка, называется Чоппер-размельчитель. Ну, я вот в нем коктейли взбиваю. Она вот блендера того же. Сушилка. У меня такая сушилка на даче есть. Мне лишней она не будет. В ней можно и овощи сушить, и грибы сушить. Сейчас, кстати, пошли. То есть, все, что вам, то, что у вас может пропасть, но вам не хотелось бы это выкинуть в помойку, вы можете высушить и в дальнейшем потом использовать. Йогурт, йогуртница. Ну, поставьте, пожалуйста, плюсик, кто покупает йогурт. Да, мне кажется, все его едят. Детям покупают чуть ли не с трех лет этот йогурт, потому что, ну, он такой универсальный кисломолочный продукт. Даже те, кто не любит молоко. Вот у меня муж не любит молоко, а йогурт он ест. Вот где логика? Ну, это что, у женщин логики не бывает. Вот она логика, да? Мужская. Вот, а поэтому... А здесь ты можешь сделать йогурт такой, какой тебе хочется. Без консервантов, без красителей. Соковыжималка. Ну, тоже, наверное, лишний. Никакой одной семьи не будет. То есть, вот такие вот дополнительные фишечки. Ну, помимо денег, помимо подарков. Так еще вот, Мань, тут так назвала, тусовки Арифлейм. Но, по сути, это реально в тусовке. Потому что путешествуя в компании, ты попадаешь вот на мегатусовку, по-другому ее не назовешь. Потому что тебя не только бесплатно доставят в эту страну, вкусно накормят, разместят в пятизвездочной гостинице, но еще тебе обеспечат такую бурную программу. Ну, отдыхая за свой счет, ты не устроишь себе такие вот вечеринки, такие вот развлекательные программы. А если даже устроишь, ну, там в такую копеечку влетит, ну, не бесплатно это все, конечно. А здесь просто за свою отлично проделанную работу ты можешь поехать отдохнуть за счет компании. А самое главное, чем не может похвастаться еще ни одна компания, что у нас эти конференции, да, вот эти бесплатные путешествия начинаются с менеджерского уровня. То есть ты еще, ну, не добрался ни до каких высот, а ты уже можешь бесплатно путешествовать, да. Вот в 2018 году все мы с вами можем побывать в Хорватии. А если у Чатли еще лучше по работам, то еще можно попасть в золотую конференцию в Мадрид, вот это Испания. То есть, ну, бесплатно, мне кажется, любой бы захотел бы. И вот еще немножко факты о компании, да, что это не подсчетность. Я не нашла это именно на 2012 год, а это еще прошло, извините меня, 5 лет, да, и именно на 2012 год лидеры Арифлейм семь раз обогнули земной шар. И вот вы видите, страны, в которых уже побывали, да, а помимо этого еще прибавилось. То есть это Испания, ЮАР, Португалия, Марокко, США, и Франция, Бали, Испания, Шри-Ланка, Греция, Вантамела, Тунис, Доминиканская республика, Малайзия, Италия, Замбия, Испания, Гонконг, Китай, Греция, Маврикий, Дубай, Италия, ну, Занзибар, Кения, Мальта, Австралия, Аргентина, Бразилия, Швеция. Вот как вы думаете, вы за свои деньги, сколько вот надо вам было бы денег, чтобы побывать вот хотя бы по одному разу вот в каждой вот из этих стран, если даже представить не могу, потому что я посмотрела путевку в Хорватию на три дня сколько стоит, 35 тысяч. Вот, ну, а в Австралию там я вообще даже не представляю, сколько стоит, там, наверное, все 100 тысяч, причем на одного. Поэтому вот мне кажется тоже круто. Помимо, загибаем пальчики, да, помимо денег, подарков, бесплатных путешествий, да, положительных эмоций, еще у нас есть такая программа, как «Мой автомобиль». Вы можете бесплатно получить «Шкоду Рапида». И вот на эту программу потрачено было по итогам 16-го года, только вдумайтесь, только за 16-й год, 66 миллионов рублей. Компания выделила на 27% больше, чем было выпреждено в 15-м году. Представляете, сколько прибавилось, да, людей, сколько участвовало людей в этой автопрограмме, сколько счастливых обладателей, обладателей, не только обладательниц, у нас не только женщины, но и мужчины ездят на машине от компании. А самое главное, что, если вам не нравится «Шкода Рапир», да, все как бы, ну, по-разному, у всех разные предпочтения, то еще у нас есть другая программа «За рулем мечты». И вы можете выбрать машину премиум класса. Здесь вот перечислены, да, вот «Лексус», «Вольво», «Мерседес», «БМВ», «Ауди». Но, опять же, вы вправе выбрать ту машину, которую вы хотите, и за ту сумму, за которую вам хочется. Там модель, комплектация, ну, там при покупке машины, как бы много, да, учитывается различных факторов. Вот, пожалуйста. То есть вы, ну, ничем не ограничены. И третий пунктик – это обучение. Как я уже говорила, что не надо шесть лет учиться, чтобы потом работать. Все мы делаем параллельно. Мы учимся, работаем, то есть приглашаем, да, людей, моемся сами. И параллельно всему учимся. У нас есть и чат Телеграм, который работает 24 часа 7 дней в неделю. У нас есть и обучающий сайт. У нас есть и группа ВКонтакте. Обучающие информационные письма на почту. У нас есть YouTube-канал, где и можно, и также есть и видеоуроки, и есть наши обзоры, где мы делимся своими эмоциями. Также никто не отменял саморазвитие, самообразование, да. Также на обучающем сайте есть и онлайн-книги. Вам даже книжки не нужно искать где-то в интернете. Можно зайти, онлайн-прослушать или прочитать, как вам комфортнее. То есть всё для комфортной жизни, да. Всё придумано, всё сделано, не надо ничего додумывать, не надо какой-то космос изобретать. Вот, пожалуйста, бери и делай. Но, конечно же, как я уже говорила, что у нас у всех разные мечты, у нас у всех разные цели. Но у любого человека на пути к его цели и к его мечте будет встречаться страх. Человек будет встречать отрицательные отзывы общества, друзей, родственников. Какое-то там будет чувство вины, да, в душе там что-то будет вас кусать. Но всё зависит от того, насколько вы хотите добиться этой цели, с чего вам нужно. Потому что наши родственники, как бы они нас не любили, или как бы они нас не уважали, но они не проживут нашу жизнь так, как надо нам. Они будут свой сценарий навязывать, но соглашаться с ним или нет, это только ваш выбор. И вообще ваша жизнь – это ваш выбор. Поэтому берегите свою мечту, если она действительно есть, если эта мечта не однодневка, что всё я не хочу, а завтра не хочу. Потому что любое мечту может разбить общество своим мнением, своим негативом, своими высказываниями. И хочу вам сказать такую фразу, фраза не моя, что успех на один процент состоит из везения, и только на 99 из твоего желания. Поэтому если есть желание, если есть мечта, если есть цель, дерзайте. И у вас, конечно же, всё получится. И вот на такой позитивной ноте я закончила свою презентацию. И если у вас есть какие-то вопросы, я вам сейчас поставлю видео и подсоединюсь потом, если у вас будут вопросы, и отвечу на них. Хорошо? Хорошо? Продолжение следует...